Продолжение следует... 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 Ну там французский рынок, там дети, два спорящих торговца, там баба-яга, вообще тюнили, вы все услышите. И вот моя задача на сей рано, дай бог, если она удастся, чтобы это были действительно картиники. Может быть картины, может быть я много на себя беру. Ну как получится? Между ними, между всеми, вставка от автора, от Мусовского. Сейчас этот концерт прошел в консерватории, но остальное будете судить сами. Если будет очень душно, что-то там поддувайте. Я бы хотела еще только два слова сказать, что это сочинение я играю очень давно. И оно для меня именно связано с той Россией, Руфью, вернее, которая осталась. Тут будет очень много и дорог широких, и колоколов, и каких-то удивительно характерных, именно русских вообще образов, которые сейчас уходит, к сожалению. Но вот в этом сочинении я играю. Сочинение 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 у Казахстан! Если польза пожаловать в Казахстан, в Казахстане все это знаете и не смирно… У Альмадовара был фильм «С тобой поговорю» или что-то, в общем, какое-то было название. «Поговори со мной». И там бает совершенно безголосый, абсолютно испанец. И от автора идет текст. Я когда слушаю Энрике, по-моему, я сейчас уже не помню, этот фильм у меня записан, то мы начинали плакать. И вот в этой песне самой по себе, мне кажется, это Россия, Испания, если бы мы все были умные, музыкальные, художественно одаренные, то это две страны близких. Но суть не в этом. И вот в этой пьесе, которую я вам хочу сыграть, в испанской пьесе, по-моему, как раз есть все. Прожита такая короткая жизнь, но очень яркая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Искусствовед, художник кино. Меня поразило. Кинематографистов очень сложно удивить. Сложно в силу информативного объемного пространства. Меня сегодня музей поразил. Это музей не просто областной ирбитский музей. Это музей российского уровня и, может быть, даже европейского. По тому, какая коллекция собрана директором музея. Это лучшие уральские художники, которые полностью отражают время, эпоху. Меня поразил уровень коллекции. Это лучшие работы наших уральских художников в определенный период времени. Качество экспозиции. Насыщенная экспозиция составлена очень точно. Работы в пространство вписаны с большим пониманием, с большим вкусом. Ощущение творчества художников. Это не калаш. Это выстроена экспозиция очень точно, с пониманием то, что на них изображено. Помещение, само здание, старинное здание, интерьеры выполненные, сохранили традицию. И в то же время здесь современный уровень современного оформления музеев сохранен, выполнен. Подсветки. У меня просто не хватает слов. Я хочу сказать, что благодарность, конечно, автору этой экспозиции. И, конечно, великолепная выставка. Может, вопрос еще, потому что я растерялась. Я как бы говорила все искренне. Скажите, по-вашему, какая здесь энергетика? Вы знаете, она очень объемная. Она светлая и торжественная. И в то же время, понимаете, от того мира, который мы прошли. Это не отрицательная энергетика. Это собрано что лучшее, что было в те годы, и то, чем мы живем. Она здесь собрана, в этих залах. И она просто наполняет. Сегодня концерт великолепный, который очень точно Панкова передала ощущения этих залов. Это же картины. Ну, это время. Я, да, сейчас слов у меня даже нет. Это у меня вообще не очень сильно от выставки. Представьте, что Узикова Нина Александровна. Ну, в общем-то, давний музейный работник. И Валерия Андреевича Карпова, я знаю, лет 20. Вся его вот последняя, особенно он активно работал последние вот эти 20 лет, когда удавалось ему найти такие шедевры и закупить их. И эти закупки падали на очень сложные в финансовом отношении годы. Но все-таки это было все преодолено. Конечно, конечно, Ербит должен стать туристическим городом. Потому что, имея несколько музеев, и главный музей, музей изобразительных искусств в Ербите, конечно, это достойно того, чтобы люди не только ербичане и не только окрестные здесь населенные пункты видели это, но и привозили сюда туристов, не только российских, но если будут и какие-то другие из других государств, это было бы здорово. Но очень хочется, чтобы хотя бы улица Володарского соответствовала этому зданию, этой коллекции, этому музею. Потому что то, что мы сегодня увидели перед музеем, это первый дождь, и вся грязь будет в музее. Вот это уже как бывший директор областного краеведческого музея, что значит вымыть, умыться, но не вымыть шею, это не значит, что вот таким образом прекрасное лицо на шее не вымытое. Вот. Пожелаю, чтобы вот Валерий Андреевич не мучился в этом отношении с такими вот общегородскими хозяйственными вопросами. Это такое пожелание. А, конечно, экспозиция сделана на очень высоком уровне, на очень высоком уровне. И огромное спасибо, что здесь, в Ербите, нашлись рабочие, проделавшие такую качественную реставрационную работу. Очень просто прекрасно, что в Ербите появились такого качества рабочие. И их тоже нужно, чтобы они гордились этим своим произведением искусства, потому что отреставрировать такое сложное здание и подготовить его под художественный музей, это надо быть тоже очень профессиональными рабочими. и специалистами, кто делал это. Значит, по-вашему, в Ербите есть и таланты, и мы вполне можем гордиться городом. Ну что вы, почти 400 лет город существует, естественно. Здесь столько знаменитых людей и было, и дало. И дал Ербит, и столько знаменитых людей к вам приезжало. И сейчас прекрасные люди живут. Дай бог, чтобы город возрождался, потому что вот в вашем фильме «Белые ночи» Ербита, сколько там вы пытались, конечно, камерой как-то поиграть, но сколько прекрасных зданий. Если бы они были приведены в порядок, город бы просто был игрушкой. Игрушкой был бы просто. По-настоящему. И Ирбичане, конечно, должны следить за своим городом, добиваться, чтобы он был туристической, меккой. Практически, ну что, мало кто из, ну, Верхотурьи может быть. А остальные исторические города по вашим памятникам мало кто сравнится. Поэтому надо, чтобы вы город продолжали сохранять и, самое главное, ухаживать за ним, чтобы он был красивым, под стать этому музею. Парнюк Татьяна Васильевна, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, зав. отделом декоративно-прикладного искусства. Скажите, Татьяна Васильевна, вы ожидали увидеть здесь то, что вы сегодня увидели? Вы знаете, что-то предполагалось, я заранее восхищалась уже самой идеей собрать все в одном здании, создать музей вот такой. Идеи-то давно витали воздухом, но существует как раз это Карпов. Ну, а то, что я увидела, это очень мощно. Знаете, есть такая поговорка, что имеем, не храним, потеряешь и платим, да? Так вот, Карпов в свое время собирал это не благодаря, а вопреки, а сейчас это сохранено, это у художников есть свой дом. И очень важно, чтобы как раз наш Урал показывать, наши визитные карточки, наши художники. Мы должны ценить другое искусство, мы можем предполагать перед чьим-то творчеством, но свое-то, родное, в первую очередь, и как раз мы, искусствоведы, можем помочь этим художникам. А уровень их работ ничуть не меньше любого столичного, и даже выше часто бывает. Поэтому этим только можно гордиться, и, в общем-то, его поклониться. Я, как тоже музейщик, просто преклоняюсь перед этим энтузиазмом. Я знаю, что за этим стоит, сколько бессонных ночей, там боли, муки и вообще всего угодно, чего угодно, я понимаю, для споров, ссор и так далее. Но вот он, результат, результат их тоже творческой работы. И вот за это только поблагодарить можно. Вот я их жду, я их жду, я их жду. Валера, придется ехать через Ельзарь. А Наталья Ивановна? Нет. А у Нина Павла еще. Нина Павла еще. Да, 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 еще. А у Нина Павла еще. Я не знаю, как водитель. А, не знаю, через помощь? Нет. Там сварок и пульки есть. Куда? 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 Слава. Слава. Молодец. Нет, милицию я делал так, что... Давай мне ручку. Да, да. Да, да. Мы когда сходили, они... Мы говорили. Куда болели нас. Куда? 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 Рукой помашите, прощальный кадр. Давайте поаплодируем Карпову. Браво! 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 Силы, здоровья! Силы, здоровья! Спасибо! Я жду тебя в Питере! Естественно! Давай, ausа. Нап hoorу. Пойди, мы давай, мы... Карпинг. Да, право,ardan. 쓰레ни... Карпин... Продолжение следует... Продолжение следует...